Итак, друзья, у нас сегодня шестой, нет, это пятый, пятый урок, пятое занятие из нашего цикла. И это занятие, как вы знаете, по книге «Осознанный путь любви». Я надеюсь, вы прочитали главу из этой книги, которая называется «Решимость выйти из одиночества». Но мы сейчас даже переформулируем немножко «Решись выйти из одиночества». Чего ты там сидишь один, листаешь свою френд-ленту, а? Там никого нету. Там только симулякры людей, симулякры событий. Счастливые люди, которые выставляют в интернет фоточки, видео какие-то. А реальный человек, он теплый. Реальный человек, он живой. Сейчас вот мой хороший друг и коллега Дима Шеменков, вот он прям отрубит такую, ну, в трубу. Он говорит, что одиночество – самая большая социальная опасность сейчас. Люди сидят в одиночестве. Если раньше, ну, понимаете, вот откроешь книгу, у нее нет ощущения, что она прям живая изнутри. Открываешь интернет, там все и двигаются, и танцуют, и голые, и одетые, и улыбаются, и на пляже, и где-то прыгают через какой-то огненный ров. И наш мозг считывает это все, как будто бы мы причастны жизни, что вот мы в жизнь смотрим, но жизнь всегда за пределами чего? За пределами твоего экрана, твоего монитора. И сейчас то, что ты смотришь, это не жизнь, это мотивация тебе решиться и выйти, наконец-то жить. Решиться выйти из одиночества. Решиться выйти из накатанных схем, в которых ты сидишь и чего-то такое в голове прокручиваешь. Живые люди, они собираются вместе. Живые люди, они ищут пространство по общим ценностям, убеждениям, куда-то идут, где-то встречаются. И здесь, конечно же, очень важно понимать, что воробьи с воробьихами встречаются, вороны с воронами, лебеди с лебедями, орлицы с орлами. Но когда ты выходишь из своего маленького квартирного уютного мирка, там же страшно, там непредсказуемо, там непонятно, но оно того стоит. Почему мы боимся выйти из одиночества? Почему мы боимся выйти из вот этого пресловутого онлайна? Да потому что там спокойно и уютно, там защищенно и надежно. В этом мирке. А живые люди, ну, например, да, ты решишься подойти к человеку или познакомиться, а вдруг ты окажешься ему совершенно неинтересен. Ты думал, что что-то в то, что в тебе есть, это твои достоинства, а окажется вдруг реально, что это вообще не в цене сейчас, не в трендах, как говорится. Мы получаем защищенность, но лишаемся близости, близкого непосредственного общения. Сейчас многие говорят, нужно, например, там существует даже онлайн обучение, вот, например, какая-то школа. Поэтому вообще особо выходить никуда не надо. И Иосиф Бродский нам в помощь. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. И вот Бродский в своем шизоидном состоянии, в крайней интроверсии ходил по квартире, курил и писал свои стихотворения. Но так тоже Бродский, он даже не увидел, услышал кто-то его стихотворение или нет, потому что он сидел внутри себя. Когда ты вживую читаешь свое стихотворение или чужое стихотворение, ты видишь реакцию людей. Когда ты подсаживаешься на прекрасную энергетику зала или группы, делая что-то для других, ты чувствуешь, ты открыт, ты уязвим. Но ты не в зоне безопасности, но это интересно. Альпинисты тоже не в зоне безопасности. Вот, никакой альтернативы здесь нет. Тебе нужно решиться. А, ты можешь еще вот что сказать. Я в прошлых отношениях, мужчина поступил со мной так жестоко. Ну вот, он так вот меня поматросил и бросил. Я не хочу больше никаких отношений строить. Со мной поступил он так несправедливо. Такие обобщения начинаются. Фиг с ним, что он поступил несправедливо. Ты дальше хочешь жить? Ну, в этом, в этой, ну, как это называется? В этой маленькой тюрьме, которую сам для себя и создал. Пробуй еще. Один так поступил, другой не так. Одни люди даются для опыта, а другие для счастья. Вот, думала, счастье, блин, опять опыт. Но все равно выходи. Свои раны, полученные когда-то в отношениях, ты можешь исцелить только другими отношениями. Когда на один пример, пусть даже негативный, в твоей жизни возникнет контрпример. Кто-то другой появится, и кто-то другой выслушает, поймет, поддержит, пообнимается с тобой. И то, что ты считала своим недостатком, он скажет, нет, нет, все прекрасно. Не надо худеть. Не надо какие-то там платьишки. Мне устраивает все. Я встретил тебя, такое, какая ты есть. Мне понравилось. Мне не надо приукрашать. Все равно больше, чем ты мне нравишься сейчас, ты понравиться не сможешь. Вот, поэтому нам придется выходить, нам придется искать, нам придется преодолевать инертность. А вот мне какая-нибудь Ирина, например, или Марина скажет, а я уже так привыкла. А может быть, кто его знает, может быть, никому я такая, как я есть, не нужна фигня, это все, ты попробовала. А что это вот, знаете, съезжаться с кем-то? Так уж, знаю, у меня тут крупа стоит, тут сахарочек стоит, тут, например, у меня холодильник, там три помидора и четыре яичка лежат. Могу себе сама сготовить. Ну, неужели ты забыла, какое счастье, когда утром ты можешь для кого-то это приготовить? Ты умеешь готовить, у тебя в холодильнике все, чистота, нигде нет грязных носков. Ну, какое счастье, ты просыпаешься и раньше специально тихонечко крадешься на кухню, чтобы не разбудить. А он проснулся от запаха, что уже вкусненьким чем-то пахнет. Поэтому давай, выходи, дорогая, выходи, дорогой, решайся. Решайся просто-просто, ну, попробовать, вкусить, насладиться, наполниться, рискнуть, рискуй-рисковать. Хорошо. Есть ли какие у нас вопросы на сегодня? Мне, например, понятно, одиночество современного мира знакомо, но не такое, чтобы человек совсем, прям, изначально был одинок, как бы, этого выбор осознанный. А что вот он ранился в одних отношениях, в третьих, и только после этого он выбрал, как бы, одиночество. Хочется ли ему услышать вопрос тоже, чтобы его кто-то переубедил, что это действительно, ну, как бы, соблазнить его, возможно ли вообще соблазнить его, вот, близкими отношениями с кем-то другим. Ну, если он действительно, вот ты уже говорил об этом, что, ну, настолько ему комфортно, блин, я даже не знаю. Как понять, что это действительно вкусно, если вот, ну, ты это... Если до этого было невкусно. Ну, как сказать, я верю, что чудеса случаются. Я верю, что есть такие силы, импульсы любви, которые способны, ну, просто самим фактумом свое существование, хоп, и пригласить, вытащить человека опять в близкие отношения. Чудеса, как мне один человек объяснил, это действие Бога, которое возможно на... Только после того, как человек подготовил, открыл все для этого условия. Если я построил, ну, условно говоря, купил лотерейный билетик, ну, там, то у меня шансы, ну, на то, чтобы выиграть, повышаются. Если я купил все стройматериалы, нашел хороших работников, и перед началом говорю, Господи, помоги, чтобы этот дом был наполнен теплом, благодатью и светом, и любовью, и люди жили в нем долго и счастливо. Господь может это послать. Но если я ничего не сделаю, никакого шага, говорю, Господи, я надеюсь не меньше, чем на чудо, и сижу в онлайне, листаю сайты знакомств. Ну, на какой результат я могу рассчитывать? Друзья, вот здесь самая большая подстава в сайтах знакомств, что человек может зацепиться за внешность человека, другого, а в реальности, да, и уже прям возбудится, и уже прямо предчувствие пойдет. А в реальности это человек, который просто разговаривает грубо, который просто, может быть, чуть-чуть даже подретушировал там себя. Поэтому знакомиться выходит только в реал. Вот. Я сейчас дам им глобальную мотивацию для этого. Смотрите. Вот нейронная сеть. Что делают нейрончики? Они постоянно болтают друг с другом. Чик-чик-чик-чик. Пока нейрончики болтают, у нас пульсируют мысли, идеи и так далее. Когда нейрончик увял, как цветочек осенью, он уже не болтает. Но он не функционален. Иммунная система путешествует по организму и находит те клеточки, которые уже отжили. Точно так и здесь. Если я закрылся, если я мертв, я не болтаю, не пробую, не играю по правилам жизни. А правило жизни такое, что существует мужчина и женщина. Существует глобальная биологическая машина, матрица, которая нуждается в воспроизводстве. А как она воспроизводит только нами? Но наша задача эту матрицу немножечко обмануть, так чуть-чуть обвести и сказать, вообще-то я не для размножения здесь. Хотя это тоже прекрасно и похвально. Если человек осознан к своей биологии, психологии. И быть в близких отношениях с одним самым близким человеком и с другим, с третьим, с четвертым, это же его, ну как сказать, это же просто, ну это мы тогда в этой самой нейронной сети. Мы выполняем, мы являемся частью жизни, проявленной в человеческом сообществе. Вот так вот. Поэтому рисковать нужно, делать шаги нужно. И выходить из ран никто нас оттуда не выведет. Но только если мы сами начинаем выходить. Я не заложник своего прошлого и своих ран. Я свободен перевыбрать себе все, что угодно, хоть и можно. Правильно я понимаю, что для начала отношений все равно должен же быть какой-то импульс. Нельзя же вот просто идешь в толпе, ну вот, наверное, выберу вот этого и вот буду пробовать строить самоотношения. Также можно, ну, я не знаю, пропустить через себя, ну, даже я не имею в виду физическую, да? Смотри, какая штука. Пропустить очень большую толпу людей, а смысл? Пропускать людей сквозь себя не надо. Это как попахивает какое-то извращение. Пропускать через себя толпу людей. Ну что ты? Но вот, ты вот смотри, как женщина, замечаешь? Вот женщина готовая, открытая к отношениям. Вот женщина, которая сказала, мне это не надо. И вот женщина, которая счастлива в отношениях. Я различаю без труда. Вот смотрю, открытая, закрытая и которая счастлива. Как идет женщина, открытая к отношениям? Она идет, она идет, она такая вся из себя. Она просто плывет. Как женщина с закрытой к отношениям? Людмила Прокофьевна из служебного романа. Как женщина счастливая в отношениях? Она окутана аурой своего мужчины. И это видно. Мужчины это считывают. Не всегда понимают почему. Но вот они как бы подходят к той, которая открыта. Иногда влюбляются в тех, которых уже кто-то есть. И это тоже такая часть любовной игры. И они, если женщина закрытая совсем, любой мужчина, даже полюбивший ее чуть-чуть так взглядом, он такой, не блин. Тут копать чернозем 5 метров на глубину. И может там вообще ничего не оказаться. Ни воды, ни пива, ни вина, ничего. Поэтому копать, откапывать – это удел очень немногих и очень любящих. Кадрить замужних женщин тоже. А вот открытости. Это глубинный внутренний импульс и желание жить. Желание кого-то найти, с кем я могу жизнь свою разделить. И желание жить – это одно и то же. Я не беру просветленных персон. Мужчины, женщин. Они уже просветлены. Они достигли реализации. Им никто не нужен. Ну и даже рядом с ними может оказаться человек, который может как-то так украсить их жизнь. Сказать, я вижу, что ты самодостаточный. И ни в чем не нуждаешься. Мне хорошо просто быть рядом. И такой просветленный какой-нибудь дзенский мастер скажет, ну хорошо, пойдем. Это вот как альтернатива отношениям. Вот эта вот самодостаточность. Она не может находиться, может ли она находиться на одной ступени. Отношения реальные и живые, да, вот такие. И отношения внутри себя уже, как бы вот эта вот самодостаточность – это не один? Это не один, и ты хочешь, ну, как бы найти для себя аргументы, чтобы все-таки, может, через самореализацию достигнуть самодостаточности. Ты поищешь для себя ведь на самом деле. Вот. А я что скажу в этом плане? Что если человек самодостаточен, правильно самодостаточен, он счастлив, он наполнен, он проистекает изнутри. А есть такая, знаете, грустная самодостаточность. Ты видишь, что человеку плохо. Он говорит, я ушел в духовность, я самодостаточен. И все. Это другое качество самодостаточное. Вот. Если есть еще один краткий вопрос, и мы дальше переходим. Ну, а если все-таки вот решимость внутри родилась, ну, ты, ну, так как ты этого давно не делал, какие-то, может быть, не знаю, шаги или... Что делать-то? Как двигаться? Какие-то этапы есть в сближении? Первое. Пишешь на холодильник табличку. Я скоро выйду замуж. Второе. Каждый вечер в течение 21 дня выбираешь, идешь в пространство, где люди находятся в твоей стае. Ну, не так, что ты идешь закрытое в это пространство, пришла там, открылась, потом опять закрылась. И ты даешь самой себе обед в 20, то есть эти 21 день жить в открытом состоянии, отшучиваться, делать комплименты мужчинам. Мужчины тоже очень любят комплименты. Я вот сегодня приехал в красной рубашке. Мне тут так красиво. Заметили, какая красная рубашка. А я сижу, красавец, как прямо, как пингвин. Красный пингвин такой здесь. То есть делаешь комплименты, замечаешь. Мужчинам очень нравятся комплименты не по поводу рубашек на самом деле, а по поводу того, как они мудро все говорят, как они объясняют, какие у них прекрасные стихи, как они прекрасно реализованы. Мужчинам очень нравятся комплименты по поводу их деловых качеств, их мыслей, их социального статуса. Вот. И просто находишь и делаешь. Если раньше ты глазами туда, внутрь, то разверни глаза сюда. Если раньше ты очень держалась, как бы чего лишнего не ляпнуть, чтобы никто ничего такого не подумал, ляпай, пусть подумают. Понимаешь? Пусть подумают. А если прямо уж очень сильно подумают и очень сильно захотят, бах, и ускользнуло. То есть выйти из одиночества – это игра. Высунула лисичка из норки мордочку, понюхала, побежала. Ааа, хитрые лиса, ты куда? Раз, зайчики тут подошли. Мальчики-зайчики такие. Смотришь, смотрит лисичка. Что-то они, конечно, по статусу мне не подходят. Во-первых, трусливые, во-вторых, маленькие. Ну, зайчика можно только съесть. Мишки, может, волки какие-то, другие персонажи. Крокодил Гена стар уже. Даже суперстар. Вот. А так, если вот смотреть просто, но пробовать все равно. Не так, что в критериях, а пробовать. А иногда значительный возрастной разбег у людей, а живут душа в душу. Ну вот, это очень парадоксальная, зыбкая территория. Но надо пробовать. Итак, я приеду к тому, чтобы дать вам задание. Первое. Запишите, пожалуйста, не меньше трех социальных пространств, где может оказаться, где возможна встреча с людьми, которые близки вам по социальному статусу, по ценностям и так далее. И посетите в ближайшее время каждое из этих мест. А второе. Независимо, мужчина ты или женщина, делай первые шаги к знакомству. И, пожалуйста, вот здесь огромная просьба. Ты умеешь знакомиться и знакомилась раньше. Знакомьтесь таким, какого есть. Не надо для этого напиваться, для храбрости. Не надо понтоваться. Вот таким, каков ты есть. Можешь ли ты познакомиться? Просто душой как-то вот смотрю. Смотрю, вы один сидите. Вот я и подсела. А можно я голову положил на плечо? Ну, вот как почувствовал. Пошло, так и скажи. Вот, но не эпатажно и не зажато. Вот, да, вот, посмотрите. Вот оптимальное состояние расслабленности. Если вы подходите в зажатом состоянии, ручки перекрещены на груди, да, ну, вы в закрытой позе. Если вы задаете слишком такие отстраненно умные вопросы, понимаете, мужчине не умная женщина нужна. Это вы будете на работе ум свой показывать, что вы и бухгалтер хороший, и вообще и социальные работники, и вообще кто угодно. Мужчину теплое нужно. Для меня теплое и умничающая женщина – это как бы антоним. Если женщина начинает конкурировать на уровне ума, мозгов с мужчиной, с чем ему такая нужна? Ну, есть мужчины, которые могут это оценить и с этим поиграть. И иногда можно даже в это влюбиться. Так и говорят, влюбилась в ум. Но за умом есть еще и душа, есть еще и тело. Поэтому вот если вы теплотой окутываете мужчины, заботой, вот раз он сидит, а вы раз ему предложили там чем-нибудь. Ну, например, там, вы не хотите... А хотите ли? А вот какую музыку вы любите? Вот. А давай сходим куда-нибудь. А он так вот сейчас первый раз видит. Давайте куда-нибудь с вами вместе сходим. То есть, не ждите, пока вас пригласят. Не курьте себя королеву. И что касается мужчин, которые были ранены, если в вашей голове, в личных отношениях, женщины обобщились для потреблядия, для того, что они все... Им только одно нужно и так далее. Вам такие боты попадаться. А если не будут попадаться, вы их будете провоцировать. Потому что своим способом мышления и идентификацией мы притягиваем именно таких людей. А если случайно притянется другой, мы ему докажем, что это на самом деле не то. Отметьте, и, может быть, запишите в дневничок себе, какие чувства у вас вызывают вот эти вот события, когда все-таки удалось познакомиться и пройти два-три шага вместе. Поговорить не только о погоде, и о политике, и о курсе доллара, и о том, что пробки в Москве там или где. Но о чем-то таком более близком. Вот. И регулярно обращайтесь к полученному опыту. Ни один опыт не тождественен, не является идеальным, не тождественен любому другому опыту. А относитесь к этому как просто к игре. Игровое пространство. Столько разных людей, столько разных возможностей, столько разных игр существует между людьми. Ну, что ж сидеть в этом, в интернете? Пробуйте, экспериментируйте. Ну, да. Некоторые говорят, если вот у меня появляется кто-то, я же теряю свободу. Так я свободная женщина, свободный мужчина. Никаких обязательств нет. Получается, я теряю независимость и свободу. Я должен на ком-то сфокусироваться. А это оказывается... Ну, вдруг это... Найдется вариант и получше. А вдруг это не мой человек. Ну, дорогой мой, ну, как сказать, ну, если мы ищем, пока мы будем искать лучших вариантов, оставляя реальных, реальных уже любящих людей или открытых любви, мы так и застрянем в старых девах. Поэтому никаких лучших вариантов не существует. Вот сейчас есть человек, который проявляет тебе интерес. Есть человек, которому ты проявляешь интерес. Пробуйте. Действительно, когда появляется в твоей жизни близкий человек, ты становишься в определенном смысле не свободен. И если вы уже выбрали, что вы пара, мужчины и женщины друг для друга, вы любите друг друга. Конечно, любые, ну, шуру-муру, где-то на стороне могут вызывать боль, а иногда и страх, чувство незащищенности у другого партнера. Но я знаю, что существует то измерение любви, в котором любовь и свобода не противоречат друг другу. Сначала мы свободны, потом мы любящие, мы попадаем в такой любовный плен. И если идем вместе, идем честно, то наступает момент, когда любовь и свобода не противоречат друг другу. Я каждому из вас желаю достигнуть этого измерения. Внимательно прочитайте задание к этому уроку. Голову из книги решимость выйти из одиночества и считайте, что вы эту ступеньку, этот шаг вы сделали. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok